Доброго времени, друзья! Я Рита, мама семерых сыновей. И если вы помните, в прошлом видео мы разговаривали о том, как ребенка успешно влить в искусство рисования, познакомить его с ним, чтобы этот процесс ему нравился, и чтобы родители тоже получали удовольствие, а не стресс от этого. А в этом видео мы поговорим о первых книгах для ребенка, как привить любовь к чтению именно с молодых ногтей, какие книжки нравятся маленьким детям, небольшие секретики, что сделать, если ребенок не хочет слушать. В общем, мы будем разговаривать о том, как привить любовь к чтению. Очень часто читаю такие комментарии, когда мама говорит, что надо делать, чтобы приучить ребенка к чтению. Но, на мой взгляд, это очень странный вопрос, когда ребенку уже 5-6 лет, когда он уже школьник. Ведь все надо делать в свое время. А правильное время – это уже когда детки умеют сидеть, хотя бы на немного концентрировать внимание. В общем, оптимально это с года. Хотя, конечно же, читать книгу просто, чтобы он слышал ее уже можно с младенчества. Я вам покажу наши книги. Надеюсь, вам будет интересно, и вы что-то выберете для себя оптимально интересное. А вот здесь находится Венина полочка с книжками. Здесь самый главный Веня. Еще у Вени есть вот такая крутая книга. Она, конечно, стоит космических денег, но она достойна каждой своей копеечки. Называется «Открой и закрой». Это книжка «Интерактив». Здесь кусочки вынимаются, вставляются. Возьми. Бери. Сейчас будем следующую страничку вставлять. Отдай. Отдай. Вставляем сюда. Отдаем. На, скажи, вручку, на, сломай. Только чтобы сломать, нам надо сначала построить, потому что с прошлого раза не вытянули половинки. Смотрите, здесь вставляем, а Веничка будет вынимать. Чик. Чик. Веничка, второй домик. Чик. Ставь дырочку, домик. На, ставь. Конечно же, в таком возрасте надо помогать. Да. Открой, Веня. Открой. Открой. Чик-чик. Открой, Веня. Открой. На. А здесь закрой. Ставь. Ставь свою штучку сюда. На. Молодец. Так. Ротик закрыли. Появись. Веничка, кто там? В зеркальце. Кто там? Веня. Кто там? Там Веня. Там малыш. Молодец. Вот так. Появись. Че еще показать две вот такие от Мозаики Синтез книжки. Тактильные. Тоже одни из очень любимых книг у Венички. Потому что эти книги имеют такие бархатные странички. То есть это не просто слоник, а слоник с такой текстурой, как бумага вот эта бархатная. Бархатные странички. Веня, смотри, слоник. Смотри. Твою книжку трогаю. Слоник, Веня. И носороги есть. И вот эта очень интересная страница с крокодилом тактильным. А есть еще с текстурами такими мягкими тканями. Мишки. И вот здесь медвежонок. На самом деле, самые любимые книжки это вот эти вот серия. Мяу, Хрю. Есть еще зоопарк. Но я никак не могу его нигде купить. Нет в наличии. И здесь книжки, можно сказать, с интерактивными элементами. Во-первых, самый главный плюс этих книжек, что здесь все изображения естественные, фотографические. Поэтому здесь можно изучать животных. Потрогать пальчиками. Здесь, смотрите, есть такие вставочки тактильные. Овечка. Есть также элементы, которые, смотрите, вот так вот раскрываются, выдвигаются. Не страшно, если ребенок наступит на книжку или слюнка у него выделится из ротика. Даже на зубик попробует, книжка выдерживает. Видите, котенок вращает головой к молочку. Есть еще вот такие элементы. Звуковые. Кря-кря-кря. 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 Конечно же, ребенку очень нравится, когда мама озвучивает то, что есть в книге. Да, учимся вот так нажимать. Кря-кря-кря. Кря-кря-кря. Вениамин. Такая книжка, обнимашка. От мозаики синтез. Там целая серия. Мы взяли с пингвинчиком. Тоже любимая. Тут на каждой страничке стихи и анимированный пингвинчик с лапками. Вот еще одна интересная книга. Называется «Моя первая мастерская». Издательство «Клевер». И тут огромного формата она. Одна рулетка. И тут интерактив заключается в том, что мы можем ребеночку показать. Вот смотрите, как можно управлять рулеточкой. Здесь, конечно, у нас есть странички, где уже ребенок посогибал, все посламывал. Но в целом задумка интересная. Вот можно поворащать гаечным ключом. Гайки. Вот так, большая и маленькая. Подобрать. А можно просто пальчиками покрутить. Смотри, крутится. Круть, круть, круть. Круть, круть, круть. Кстати, как и у Платона, так и у Вени. Есть одна любимая книжка. Называется «Зайкины сны». И такие иллюстрации, что ребенок просто не может оторваться. В плейлисте про книжки. Дробно все показано. Я вам покажу просто какие-то необычные зайки. И действительно, ребенку они очень нравятся. Есть любимейшие странички. Зайка. Зайчик. Наверное, я бы еще показала вам книжку «Орешек». Потому что она действительно залюблена. Ее невозможно почитать ему только один раз. Прочитав до конца, он снова и снова открывает, заставляет меня ее читать. Вот смотрите, он ее пока не видит. Он с другой книжкой. Сейчас я ему покажу эту, и увидите, как у него внимание переключится. Веня, смотри, «Орешек». Твоя любимая книжка. Все, «Орешек» теперь будет. Ее, конечно, надо аккуратно держать, потому что он пытается некоторые странички вырывать. Белочка, Веня, Белочка! Так. Ой, Веня, рвать не надо. Рвать не будем. Давай, открывай, смотрите, картинки. Мышка, мышка. Мышка уже у нас ушки на скотче. Синичка. Птичка, синичка. Красивая. Хвостик. Переворачиваем встанечку. Венька, смотри, где котики? Подожди, чтобы он меня не съел. Вороны. Кар-кар-кар. Веня, кар-кар-кар вороны. Кар-кар-кар. Вон у вороны кар-кар-кар. Смотри, котик мяу. Мяу-мяу-мяу. Котик мяу. 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 А потом выросло дерево. Дерево выросло, Венечка. Не срубай дерево. Мы за экологию. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что у вас есть возможность услышать уникальную информацию о развитии детей. Я с удовольствием с вами ею буду делиться. Буду рада обратной связи. Я также есть и в Инстаграм. На этом буду прощаться с вами. Всего доброго. Пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова